МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта, студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птицы. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вань, что ты делаешь? Ну, я вообще-то успокаиваюсь. А вообще-то у нас прямой эфир. Если ты хочешь нормально успокоиться, давай нормально его начнем. Ну, хоть в чем-то ты, Соня, права. Я всегда вообще-то права. Давайте начнем по-человечески. Всем привет! Вы смотрите программу Отдыхай! И с вами ее ведущие Иван Викторов и Соня Родионова. Тема эфира музыкальные группы. И ты же вроде играешь на музыкальных инструментах. Вот, например, на дудочке. Не, это гармошка. Да, это гармошка. Я не сильно разбираюсь в инструментах музыкальных. Да, я понял твои мыслительные способности. Ну, так вот, Соня, вообще, если так посчитать, ну, инструментов восемь. Благодаря «Спасибо» ей музыкальной школе номер один имени Максимова, как я ее люблю. Там я учился играть на пяти музыкальных инструментах. Каких? Это аккордеон. Аккордеон это вы? Ну, да. Да, ты меня повторяй, ладно? А то я... Да. Пианино. О, пианино. Ага. Домро. Домро, это вот это что-то... Это, короче, балалайка, а сзади она круглая. Ну, пойми как-нибудь. Ты не унижай меня вообще-то в прямом эфире. Ну, я же любя, Соня. Ага. Домро, бас. Ну, это как... Домро только побольше. И контрабас. А, контрабас. Еще балалайка, да. Балалайка. А уже... Ты первым делом научился на балалайке, ты мне рассказывал. Да. Рассказывай, пригодилась ли тебе в жизни балалайка и домро? Ну, я же этим сейчас понтуюсь, значит, пригодилась. Ум, ясно. А потом уже самостоятельно, после музыкальной школы, я выучил, разучился играть, разучил гитару. Разучился играть на гитаре. Научился, научился. А потом уже на гитаре бас. Да. Угу. А ты, кстати, рассказывал, что ты конкурс приготовил. Точно, спасибо. Я уже совсем забыл. Ну... А, я просто очень внимательна. Угу. Во всех наших программах есть конкурс. Но сегодня халявы не будет. В течение всего эфира будут мелькать картинки музыкальных инструментов. И вы должны посчитать. И первый, кто отправит нам в чат верное число, получит... Ну, что же, получит. Три разных медиатора. А также вот этот вот замечательный деревянный значок из интернет-магазина комнаты, между прочим. И я сам этим занимаюсь. И значки там очень достаточно дешевые. И магазинчик атмосферный. Поэтому заходите и покупайте. Ваня сегодня расщедрился просто. Ну, он так. Но помните, что у вас одна попытка. Так что осторожнее. И пусть удача всегда будет с вами. Я очень как-то это медленно сказала. Да не, нормально. Спасибо. А ты еще рассказывал как-то мне, что ты играл в музыкальную группу. Ну... Ну, это громко сказано, Соня. Вообще, изначально... И нам сказали, ребят, а сыграйте-ка в группе. Ну, почему? Ну, мы собрались... Почему нет? Да, почему нет? Собрались, выбрали песню, репетировали, репетировали. И еще раз репетировали, потом еще репетировали. В итоге сыграли. Но закончилось в итоге все тем, что пропал энтузиазм. И вот так вот. На самом деле, грустная история. Ну, а ты на чем играл? На пианино? На пианино, да. А как ты тащил пианино? Я надеюсь, оно было там, где ты выступал? Ну, нет. Я принес свой синтезатор. Я из одного конца города в другой ехал на маршрутке. На меня орали все бабушки, потому что я с такой вот большой штукой ехал на маршрутке. Занимало очень много места. И... На тебя смотрели. И на меня смотрели, как на очень такого странного человека. Но в итоге довез. Мы сыграли. Сыграли так достаточно нормально, да. Не зря тащил. Да, не зря тащил. Затащили. Угу. А обратно? А обратно уже я раскошелился и на такси довез. Элитно. Элитно. А на каких музыкальных инструментах играете вы, дорогие зрители? Нам очень интересно. Я, например, раньше играла на скрипке. То есть ты соседям учила? Я забивала на домашку. Не делайте так никогда. Потому что только домашними заданиями вы укрепляете свои навыки. Я, кстати, недавно достала гитару. Сломала? Нет. Странно. Представляешь? И оказывается, нормально таки играю. А ты тоже говорил то, что ты самостоятельно учился на гитаре. Ну да. Расскажи вообще, сколько потребовалось у тебя времени на изучение этого предмета? Ну вообще, свою первую песню я разучил за пять минут. А потом уже, так, чтобы нормально, я разучил играть песни за полгода. Ого. А я когда достала, я разучила песню, не знаю, ну мне, кстати, потребовалось больше. Больше времени? Времени, да. Десять минут я ту году, похоже. Ну что же, тогда... Давайте научим наших телезрителей играть на музыкальном инструменте гитары. Хотите быть похожими на людей, которые играют на дискотеках на гитаре, но боитесь этого инструмента как огня? Или считаете, что для игры на гитаре понадобится семь щупальц? То на самом деле все намного проще. Я вас научу играть на одну из самых знаменитых песен. Песня называется «Алые паруса», и в ней присутствуют всего лишь четыре аккорда. Это аккорды «С», «АМ», «Д7» и «Джи». Сперва идет аккорд «С», аккорд «АМ», аккорд «Д7» и аккорд «Джи». Обратите внимание, что аккорд «Д7» мы начинаем играть с третьей струны. Аккорд «С» начинаем играть с пятой струны. А аккорд «Джи» начинаем играть с шестой струны. На самом деле существует очень много способов игры этой песни, но для начинающих я решила взять самый простой. Просто проведем пальцем по шести струнам. Итак, находим человека, который согласится подпевать вам, если вы не умеете. Начнем! Привет, дорогие зрители! Вы смотрите нас сейчас на национальном телевидении «Чуваши» и… А также в социальной сети ВКонтакте в группе детского городского медиа-центра «Куча мала». Это программа «Отдыхай» и у нас в гостях… Замечательный человек, а также музыкант Константин Григорьев. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Спасибо вам, что пришли. Вы можете рассказать, в какой группе вы раньше играли? Да, это было несколько месяцев назад еще совсем. Мы играли в рок-группе «Точка концентрации». Это было забавное время на самом-то деле. Было классно. О, то есть вам нравилось играть. А расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как она создалась. Группа создалась в городе Казань, как ни странно. И все наши репетиции проходили именно там. Мы участвовали в различных рок-фестах. Таких как… Ну, на самом деле мы в основном выступали на разогреве у больших групп. Вот. Одной из которых группа «Царь». Ну, может быть, кто-то слышал о ней. А вы на чем играли? Лично я играл на бас-гитаре, просто на бэк-вокале стоял. Также играл на фортепианино. Ну, фортепианино. Вот. Это было довольно-таки забавно. Самое главное – атмосферно и интересно. А у меня тут очень прям такой важный для меня вопрос, потому что карьера музыканта, она же тоже веселая. Случалось ли так, что ты прыгал на зрителей со сцены? Как не было. На самом деле, чтобы прыгать в толпу, нужно иметь толпу. Это в первую очередь, конечно же. Вот. Чтобы собирать крупные залы, необходимо быть мегапопулярным или хотя бы приближенным к этому. Вот. Чаще всего для мелких групп, подобной нашей, ну, не то чтобы она была слишком мелкой, чаще всего такими достаточно крупными концертами являлись как раз-таки фестивали, на которых мы, собственно, и выступали. Прыгать в толпу, конечно же, мне не доводилось, к сожалению. Но я просто падал со сцены, что было больно. А это вообще физически реально, думаете? Ну да, многие же прыгают. Многие прыгают, это... И получают травмы. Всяко бывает. Да, всем сейчас тяжело. А как найти вообще свою аудиторию? Аудитория зависит от личности, которая пишет музыку. Музыку писать, на самом деле, не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд, потому что вообще есть как сольная карьера, так и группа. Они отличаются именно тем, что в группе вы работаете совместно, у вас есть определенные инструменты, которые нужно сочетать вместе. То есть, например, мы же не можем сочетать аккордеон, например, и, не знаю, скрипку в одном моменте. Это сложно. Ну да. Бывает проблематично. Также выступает здесь и сольная карьера. Если углубляться подробно, то сольно работать тоже тяжело и сложно, потому что, когда ты работаешь сольно, на тебе висит весь звук, качество звука в первую очередь, качество вокала и многие-многие другие мелкие факторы, которые влияют на качество продукта, в принципе. А вообще у вас были какие-нибудь смешные ситуации в группе? Например, там, я не знаю, на репетициях, на концертах. На репетициях или на выступлениях. Конечно, бывали, и даже несколько штук. А можете с нами поделиться, пожалуйста? Обожать вопросы. На самом деле, так как я играл на бас-гитаре в группе, это был мой основной инструмент, я полагаю, что ты меня можешь понять. Потому что в основном в группе всех басистов пытаются как-то принизить. Да, я даже шутки эти слышала про то, что басист не умеет играть. Басист не человек, басист даже не музыкант. Это все можно услышать. Но на самом деле бас-инструмент, бас-гитара является одним из ключевых факторов игры, потому что она держит ритм музыки. А раз и не барабан? Ударный тоже держит. В первую очередь идет бас. Да. В первую очередь идет бас. Это такой инструмент, который, по сути, играется за кадром. Можно это так назвать. Но без него... Он влияет на атмосферу, да? Конечно, конечно. Это как инфрошумы в кино. То есть этот инструмент очень важный, да? Безусловно. Также существует большая вариация игры на бас-гитаре. Кто-то может предположить, что бас-гитара просто бьется в бочку. То есть, кто знает, на барабанах есть бочка. Называется бас-бочка. И барабанщик бьет ногой в бочку. Как ни странно это звучит. И основная задача бас-гитары как таковая, это попадать в эту бас-бочку. Попадать в ритм песни. Вот. Но многие музыканты, особенно басисты, которые уже давно играют на бас-гитаре, в принципе, они понимают, что можно создавать и какие-то свои сольники. То есть, кто-нибудь слышал на гитаре соло? Да. Электро-электро-гитаре. О, да. Вот, я именно это и хочу сказать, что на бас-гитаре тоже это возможно. Просто никто не придает этому большое значение. Многие музыканты считают, ну, лидеры группы, считают, что это не так уж и важно. Хотя, можно сделать на этом большой акцент. И даже в некоторых моментах выступления и песни можно вывести концерт именно на этом. The Seven Nation Army. Там же оно идет бас-гитарой. Конечно. Да. Именно здесь, даже вот как раз-таки пример, Seven Nation Army играется на бас-гитаре. И там основной инструментал идет как раз-таки на бас. А, кстати, в группе сколько было человек у вас? У нас было в группе изначально 4 человека, потом 3, потом снова 4. Это, на самом деле, по сути, участников было всего двое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы вновь смотрите нашу программу «Отдыхайп». Не забывайте, у нас сейчас идет конкурс. Считайте все инструменты. Они будут мелькать, но... Этот не считайте. Да, это не наш инструмент. Реальность это не. Сколько картинок различных инструментов? Вот их вы считаете. Не успеваете, записываете. И если они повторяются, вы, типа, неправильно считаете. И в конце, у нас почти скоро, будет подведение итогов. Поэтому ждите с терпением. А теперь девчонки, которые ждали, пока будут петь. Здравствуйте. Я этого ждала. Можете нам что-нибудь сыграть? Я просто это весь эфир. Да, конечно. Что вы хотите сыграть? Что-нибудь веселенькое. Что-нибудь веселенькое? Что-нибудь родственное. А давайте что-нибудь я хочу попеть. А я не хочу, чтобы ты пела. Неплохо, неплохо. Спасибо. На самом деле... Это было сейчас обидно. У нас даже за кадровый смех включился. Вань, ты мне бесит и обижаешь. Я же любя. Давайте что-нибудь уже спать. Хорошо. Я исполню песню из видеоигры The Last of Us. Может быть, кто-то ее знает. Ты играла в игру The Last of Us? Нет, я смотрела, как играет. А, да. Жизнь девочек. Это просто мелодия, которая, пожалуй, многих вдохновляет, кого-то успокаивает. И мне она тоже очень нравится. Вот я, конечно, не знаю, кто ее автор, но, тем не менее, по-моему, Густаво. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не выяволки. Ваньте, не смейте. А до тебя свет не дотянется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Конечно, вы можете поплакать. Как ты можешь шутить про мой рост в таком моде? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дунда. Вань. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прекрасно. Спасибо. А можно у тебя одолжить руки и мой медиатор, который ты у меня взял, за эфиром? Чтоб при всех видно в том, что ты мне его отдал. Вань, ты был жаден, но мне не... Володя Котлеров, если ты смотришь, это верни мой медиатор, пожалуйста. Пиши в директ. Как можно таким быть жаденым? Вот хочу и жадничаю. Да. Давайте продолжим интервью и отвлечемся от этого Ивана. Ну, поверни. Ладно, все. Забыли эту тему и давайте поговорим. Как эти мозги дома. Простите, пожалуйста, он... Да ничего страшного. Концерт всякое бывало. Спасибо, что вы здесь. Вы прям успокаиваете меня. Меня кто успокоил от тебя. Расскажите, пожалуйста, кто круче в группе? Потому что Ваня вообще не крутой. Ваня не крутой. Да. Кто-то может подумать, что самый крутой в группе – это вокалист. Да, я так думаю. Он стоит на переднем плане, он всегда бегает с микрофоном, развлекает толпу. Это классно, это клево, это незабываемо просто. Не стоит принижать его качество, но может быть, кто знает. Кто отрицал, что шут – это плохой человек? Это очень элитный статус. Лично мое мнение... Даже в древности это было. Они могли шутить на любые темы. Самое главное в музыке на сегодняшний день, как мне кажется, это то, что музыка объединяет людей. Как вы можете заметить, многие музыканты именно это и делают. То есть... Вы со многими людьми познакомились во время концертов и так далее? Да, конечно. Когда я был в Петербурге, мы тоже гастролировали, ну, с мелкими концертами, опять же. Вот. Мы познакомились со Шнуровым, довольно-таки интересный чувак. Чувак. Ну, также группа «Фьючери Лак» называется тоже из Санкт-Петербурга. Классные ребята. И они сейчас участвуют в фестивале «Энердженза». А можно вопрос? А Попа Сикрет у вас спросить? А в Чебоксарах вообще много групп чебоксарских? На самом деле в Чебоксарах очень мало групп, которые развиваются. То есть... Что я имею в виду под этим словом? Есть некоторые группы, которые берут каверы. То есть кто-нибудь знает из вас Цоя? Конечно же, знают. Ну вот. Есть некоторые группы, которые копируют песни Цоя, перепевают их, называют их... Называют свою группу «Кино» или «Как-нибудь похоже» и гастролируют с этими песнями. То есть они знают, что у них есть определенная аудитория, которая любит Цоя, и они обязательно придут. Их главная, как мне кажется, цель – это просто, возможно, наживо. А для аутфагов – это снова услышать музыку, которую они любили раньше. Вот. Но мне кажется, что у такого стиля есть свой потолок. То есть эти ребята, которые берут каверы и с ними выступают, это все, что они могут, к сожалению. Потому что если они переименуются и будут играть другую музыку, их вряд ли кто-то воспринял, возможно, всерьез. Ну, сейчас есть надежда на новое поколение, можно так сказать? Конечно. Новое поколение, новое поколение музыки, оно сейчас растет и развивается. Я очень надеюсь, что в Чувашии оно будет развиваться еще стремительнее и быстрее. Вот на сегодняшний день, например, в этом году приезжает фестиваль Эмердженза сюда уже, в Чебоксары. В прошлом году их не было. Мы пытались там участвовать, но так как мы были не в Петербурге, а в Казани на тот момент было переезжать очень проблематично. Вот. Поэтому мы отказались от участия, в принципе. Но такие фестивали, как Эмердженза, они позволяют мелким группам, даже не мелким, какое-то обидное может быть немножко слово. Малопопулярным. Малопопулярным тоже вполне подходит. Добиться хоть какой-то известности, потому что часто бывает, что победители Эмердженза, они выезжают в Германию, они выступают перед тысячей фанатами. И это довольно-таки круто. У нас, между прочим, вот вы сказали про новое поколение, ребята придумали свои группы. Давайте посмотрим их. Ты бы хотела играть в музыкальной группе? Да. Но я в ней играю. Правда? Да. Где? Меня часто приглашают на концерты в разных музыкальных школах. Я бы зарабатывала на мне деньги и радовала людей. Тысяч 50. А как бы называлась твоя музыкальная группа? Музыкальные лодки. О, отлично. Я назову свою группу «Молния», украду идею, убила она. Мне она очень нравится. Я бы свою группу называла «Сончики-пончики», потому что я бы там была главная, а как меня зовут Соня, я решила свою группу назвать «Честь меня». Главный тот, кто платит им зарплату. Сколько человек, ну, странно, сколько может быть? Может быть 11, может быть 10, может быть 9. А 100 может быть? Нет. Почему? У меня так раскричатся и... Раскричатся? Ну, нет, у меня просто инструментов не хватит. Я бы позвала, может быть, солиста, был бы Басков. Дима Билан, он будет солистом. Катя Адушкин, она тоже будет солисткой. Еще мои друзья и президент. Возьму детей Киркорова, еще кого-нибудь и опять тебя. Я бы позвала звезд того, кто достойный этого. Вот ты будешь играть на гитаре и на барабане вместе, одновременно. Можешь, пожалуйста, сказать нам, как это будет звучать? Это будет звучать, может быть, вот так вот. Пуча-пи, пуча-пуча-пи. А ты хорошо играешь на инструментах? Ну, я на пианино очень хорошо играю, а на остальных кривовато. Вы продолжаете смотреть «Отдыхай». И я хочу танцевать. Не надо. Потому что... Да что ты меня постоянно останавливаешь? Ну, потому что ты понимаешь... Потому что я чат сейчас буду смотреть. Это радостная новость. Это надо прыгать, понимаешь? Я обожаю чат читать. Ты хочешь прыгать, чтобы быть моего родственного, ты не сможешь. Я нечаянно похлопала по микрофону. Давай смотреть чат лучше. Простите, ребят, если кому-то разорвал барабанные перепонки, я не хочу. Да иди. Ладно. А тут пишут, что Софья Яковлева, что мы умнички. Какая сегодня классная тема. Евгения Егорова написала, что она тоже играла в группе. Ого. Я не знала, что так много людей на самом деле играли в группе. И ты, и Женя, и он наш гость сегодня, что ли. Ну, все люди разные. И все они скрытные. Акустика и бас-гитара. О-о-о. Милашки. Не умею играть, но умею петь. Вот примерно это я так и умею. А где вопросы? А можно вопросы? Укулеле. Соня, футболка топ. Лучше вопросы. Давай. Соня, хотела бы ты играть в какой-нибудь группе? Если да, то на каком инструменте? Я бы хотела играть в музыкальной группе. И на самом деле я ужасно хочу научиться на барабанах играть. Потому что мне кажется, это так круто. Но когда я читала вообще отзывы людей и барабанщиков вообще слушала, они говорят, что это очень выматывающая работа. И боюсь, что я к этому не готова в жизни. Ну, хорошо. А ты сам на каком бы инструменте играл в своей группе? Ну, для тех, кто состоит в группе, я бы играл на нервах. А так я бы сам для группы играл бы, ну, для зрителей. Надо подумать. Ну, пианино или гитара. Или аккордеон, как The Hatters. Почему бы и нет? А как бы ты назвал свою... Вот Женя тут спрашивает. Ребята, если бы вы решили прямо сейчас создать группу, как бы вы ее назвали? У меня... Давай Косухи. Косухи? Да. Косухи. А откуда у тебя, кстати, Косуха? Батина. Мамина. Давай Косухи родителей. Ребята, пишите нам личные сообщения, кто хочет присоединиться к нашей группе. Ну да. А если вы еще купите у нас значки, то это будет вообще замечательно. Меня сюда вон не приплетает. Да, я тебе не приплетаю, я тебе деньги. Смотри, ребят, почему вы считаете... Для чего вы считаете нужны группы? Почему человек не может выступать отдельно? Ну, потому что многие люди, они любят живой звук. А только именно благодаря группам получается живой звук. Мне кажется, это так круто. Многие группы же развивались. Ну, ребята хотели петь в... В музыкальных группах. В знаменитой музыкальной группе, например, Нирваны. Они образовывались. Вот именно компашка там, в подвале где-нибудь. С гаражей все начинали. Так же, как и с The Beatles, как и многие группы. Это такая атмосфера крутая, мне кажется. Когда один чего-то достигаешь, то, конечно, круто заслуживает похвал. Но когда вы вместе, это такая атмосфера. Но все-таки, мне кажется, еще поддержка друзей твоих... Смотри. Тоже важно. Что? Ребята говорят, спой. Я говорю, не спой. Листаем дальше. Ты вообще... Как так можно? Ваня, спой с Соней. Давай споем. Не надо. Я знаю, что мы споем. О, а давай вот Жене ответим вопрос. Дарья, для гастроли счастье от всеобщего... Признание. Или переезды и выступления больше изматывают. Но... Как ты думаешь? Я в шкуре вот такого гастролирующего музыканта не был, поэтому ответить не могу. Между прочим, у нас есть рубрика, которая рассказывает о жизненных ситуациях музыкантов. Это та самая, да? Та самая, которую мы... Ну, он и я. И я хочу об этом вспеть. Погоди, я хочу предупредить наших особо чувствительных музыкантов. Если вы особо чувствительный музыкант, отодвиньтесь от экрана. Если у вас есть слух, я сейчас буду петь. Итак. Сейчас будет жеза. Жиза! Переходите быстрее, пока половина ребят не оглохо. Жиза! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как красиво. А ты можешь сыграть Артура Пирожкова зацепила? Да, только аккорды покажи. А без них вообще никак? Ну да. Ну ладно. Женя, можно я твою гитару возьму поиграть? Да, можно. Ой, она у тебя что-то расстроенная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даня, ты на этом играть умеешь? Да. А ну, сыграй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вы продолжаете смотреть «Отдыхай», но... Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наша программа, к сожалению, не исключение. Но вы можете перемотать и посмотреть еще раз. Там будут все наши ошибки, правда, но вы сможете над ними посмеяться. Да, посмейтесь, пожалуйста. Кстати, Соня, теперь ты уже забыла, и я тебя подловил. У нас же в течение всей программы был конкурс. Да. И... Какой ты умный, Ваня! Спасибо. И пришло время огласить точное количество инструментов. Их было всего семь. А кто у нас победил? Давай, смотрим. Сделай барабанную дробь. Роман Филиппов. Да, ему достаются вот эти вот медиаторы. И значок. И значок. Вот этот вот. Не зажмутся. Ты... Да, точнее, я тебе напишу. Я тебе напишу, мы с тобой встретимся, и я тебе все передам. Именно он ответил все правильно. Молодец. Ты очень внимательный. Да. Ну да, вот подведем итоги для наших телезрителей и зрителей. Что мы поняли? Что создать группу – это... Это очень сложный и большущий труд. А еще сложнее это все удержать, как бы продолжать развивать свою группу. А еще сложно найти вдохновение и не отпускать инициативу. И давай позовем нашего гостя. Проходите, пожалуйста. И сейчас вы можете сказать что угодно. Но я хочу вам сказать, чтобы вы прорекламировали свою группу, потому что я хочу прийти на ваш концерт. А, хорошо. Скажите все, что хотите нашим зрителям. Это рупор, он символ нашей передачи. Отлично. Я хочу, чтобы каждый музыкант, который меня сейчас слышит, надеюсь, вот так лучше, чтобы каждый музыкант, который меня сейчас слышит, верил в себя и в свою мечту. А самое главное – в свою цель, потому что именно цели определяют нас. Все? Работает? А, еще хотелось бы кое-что добавить. Совсем скоро я буду собирать новую группу. Если хочешь присоединиться, пиши в директ. Вот. Я напишу. Я тоже напишу. Так, я можно еще кое-что скажу? Да, конечно. 7 апреля в Эскабаре будет проходить стендап-шоу открытого микрофона. Если ты хорошо шутишь и ты молодец, пиши мне. Я тебя обязательно включу в заявку. Ты можешь попробовать себя в новом и интересном шоу. Удачи. Ребята, лайкайте нас, смотрите нас. И реальность иллюзий. Мир голограмма. Скупайте золото. Пишите в ряд. Партнеры проекта, студия семейного кино «Перфекто» и творческое пространство «Птица».